Ребят, пятая задачка такова. Нужно найти все значения параметра, при которых система, заданная, имеет единственное решение. Ну, как обычно, начнем с простенького уравнения, уравнение, которое не содержит параметра, и здесь совсем все просто. Второе уравнение задает нам окружность с центром в точке 4.3 и радиусом 5. Окей, запомнили это, даже не будем сейчас рисовать, потом лучше сразу в Desmos покажу, как все рисуется. Интересно, а что же за множество точек задает уравнение 1. Ну и понятно, оно как-то там, в зависимости от параметра, преобразуется. Поехали. Что было на прошлых задачах у нас? У нас были корни плюс корень, и мы некими вот этими уравнениями задавали отрезки. Согласны? Ну и возникает резонный вопрос. А может быть, отрезки можно как-то по-другому задать? Но я вам могу сказать, что да, можно их по-другому задать. Например, если я хочу задать отрезок, вот тот же, который у нас был в позапрошлой задаче. У равно 8 минус х. Вот он лежал на такой прямой. Согласны? Я могу просто искусственно дописать условие, что х принадлежит от 0 до 8. И это тоже будет, ну, в каком-то плане, уравнение отрезка. А вы можете мне задать вопрос. Ну, как же так? Здесь через систему записали, а не одно уравнение. Давайте как-нибудь схитрим. Ну, можно этот отрезок попробовать, ну, или отрезок, не содержащий вершины, записать и одним уравнением. Например, вот так. У минус 8 минус х, скобочка 8 минус х, делить на корень из 8х минус х квадрат равно нулю. У меня тогда получится, что у как раз равняется 8 минус х, а ограничение на х будет от нуля до 8, не включая. Согласны? Ну, не совсем это я записал, но в целом в одно уравнение как-то, ну, не отрезок, но отрезок без крайних точек я записал. Подумайте на досуге, как еще можно отрезок записывать. А мы поговорим с вами про вот первое уравнение, и там тоже будет отрезок задан нашим первым уравнением. Давайте это покажем. Что мы помним про арксинус и аркосинус? Ну, я помню. В первую очередь я должен вспомнить, как выглядят графики арксинус и аркосинус. Я схематично буду сейчас рисовать. График арксинуса выглядит вот так. Вот здесь у нас пи пополам, здесь минус пи пополам, здесь минус единица, здесь единица. Глядя на этот график, мы видим, что арксинус – это нечетная функция, то есть арксинус минус x равняется минус арксинус x. Согласны? Давайте вспомним, как выглядит график арксинус. Поступим следующим образом. Давайте прежде чем нарисовать график арксинуса, нарисуем график функции y равно минус арксинус x. Это вот такая штука. Согласны? y равно минус арксинус x. Дальше. И если добавить к минус арксинус x пи пополам, то мы получим ровно график арксинуса. Можете это убедиться, в школе вам рассказывали, как рисуется график арксинуса. И заодно, пока я делал вот такие вот махинации, я вывел еще одно замечательное тождество, которое нужно всем помнить. что у меня получается, что вот этот арксинус есть минус арксинус плюс пи пополам. Правильно? Давайте я это подпишу. Пи пополам минус арксинус x. Ну и я вывел замечательное тождество, что пи пополам – это сумма арксинус x и аркосинус x. Кстати, арктангенс и арккотангенс одного и того же аргумента тоже в сумме дают пи пополам. Через график точно так же легко выводится. Пойдемте дальше. Ну давайте этими формулами воспользуемся в первом уравнении. Перетащим наш вот этот арксинус вправо. Получим справа пи пополам минус арксинус а минус у делить на 3. Слева у меня будет минус арксинус от 4 минус x делить на 4. И вот этот вот минус я могу вот в эту скобку занести. Ну потому что у меня арксинус – ничего одна функция. Согласны? То есть слева у меня будет арксинус x минус 4 делить на 4. Согласны? Дальше могу воспользоваться вот этой вот формулой и понять, что пи пополам минус арксинус – это и есть арксинус. У меня получается уравнение. Первое преобразуется в такое симпатичное. Кстати, могло быть изначально оно в таком виде и написано, если мы не хотим искусственных сложностей. Но я усложнил немножко задачу. Записал его в том виде, которому есть сейчас условие. Равно арксинус а минус y делить на 3. Дальше. Дальше опять смотрим на график функции арксинус. И понимаем, что арксинус этого функции ограничен. Раз. У нее еще и область определения ограничена. Правильно? Два. Это хороший факт. Еще она строго возрастающая, то есть взаимно однозначная. Значит, эти арксинусы можно просто убрать. Согласны? И сделать ограничение. Здесь вот это будет больше либо равно минус одного, а это меньше либо равно одного. Ну, когда я зачеркнул арксинус. Согласны? Можно как-то так. Вот если бы здесь, кстати, были неравенства, вот изначально было неравенство, то можно было бы то же самое сделать и записать вот так. Ясно? Но мы, в общем, это сделаем и напишем следующее. Равносильно, так как арксинус, t, строго возрастающая функция, в следующей системе. x минус 4 делить на 4 равно а минус y на 3. и дальше мы можем сказать, что либо это, либо это принадлежит от минус одного до одного. Но мне кажется, про это проще поговорить, потому что здесь отсутствуют параметры a. Мы скажем, что x минус 4 делить на 4 меньше либо равно одного, но больше либо равно минус одного. Кстати, если бы вы, если бы здесь было бы неравенство, то можно было тоже убить эти арксинусы, и тогда бы надо было бы вот такое тройное неравенство расписать в итоге, которое я только что до этого уже расписывал, и там нельзя было бы одну из величин ограничивать, а нужно было бы вот так вот написать в итоге, если бы было бы неравенство здесь изначально. Понятно? Такое тоже бывает, то есть аккуратно это смотрите, но у нас здесь равенство, согласны? Здесь немножко все проще. Что мы в итоге получаем? y будет равен минус 3 четвертых x плюс 3 плюс а. Понятно? А из вот этого неравенства что мы получаем? Мы получаем, что x минус 4 лежит от минус 4 до 4, и я добавляю четверку. Получается, от 0 до 8 у нас x принадлежит. И что я сейчас только что записал? Ну что точек, заданное вот этой вот системой, это отрезок. Согласны? Я уже для этого с вами говорил. Вот. И я строго сейчас это обосновал. с угловым коэффициентом минус 3 четвертых. Ну, а вот это у меня ордината точки пересечения моего отрезка с осью OY. И получается, в зависимости от параметра А, отрезок двигается вверх-вниз. Согласны? Ну, вот это вот фактически B параметр, это как K. Согласны? Давайте это изобразим в Десмосе и нашу окружность, и отрезок. И посмотрим, при каких значениях параметра А наш отрезок будет пересекать окружность в одной точке. Сразу оговорюсь, что там не только будет касание прямой, на которой лежит отрезок с окружностью. Там будет еще нюанс из-за того, что у нас отрезок это ограниченное множество точек. Поехали! Ребят, вот нарисована наша статичная окружность центром точки 4,3 и радиусом 5. Кстати, она проходит через точку 0,0. Но это было довольно очевидно, там это можно заметить. Идем дальше. Варьируем значение параметра. Берем А, какой-то довольно маленький, и, как мы видим, у нас отрезок при довольно маленьком А просто не будет пересекать нашу окружность. Начинаем менять параметры А, и в какой-то момент наш отрезок коснется нашу окружность. И будет одно решение. Это подходящий случай. Эти А, при котором у нас отрезок будет находиться вот здесь, нам подойдут. Поехали дальше. Увеличиваем дальше значение нашего параметра. А, и здесь наш отрезок уже будет потихонечку, это не очень хорошо видно. Давайте я приближу для наглядности. Наш отрезочек будет пересекать нашу окружность двух точек. Это нам не подходящий случай. До какого момента? До вот этого момента здесь все так же будет пересекать в двух точках нашу окружность отрезок. Понятно? Поехали дальше. Двигаем отрезок еще выше. И теперь отрезок пересекает нашу окружность только в одной точке. Нам это положение подходит. Идем, идем, идем дальше. До вот такого момента, когда у нас отрезок будет проходить через центр нашей окружности. Вот это положение нам уже не подходит, потому что мы здесь будем окружность пересекать в двух точках. Это нехорошо. Идем дальше. Двигаем наш отрезок еще выше. И теперь опять отрезок пересекает нашу окружность в одной точке. Это положение нам эти подходит. До какого момента? До момента пересечения нашего отрезка с окружностью в двух точках. Понятно? Когда правый конец отрезка наконец-то будет пересекать нашу окружность. И еще чуть-чуть поварьируем значение нашего параметра. Двигаем дальше нашу отрезок. Отрезок все так же пересекает в двух точках. Это неподходящий нам случай. До момента касания сверху уже отрезка нашей окружности. Вот эти положения значения параметра нам подходят. Запомним это. И найдем все эти значения параметра искомые. Но из моих рассуждений мы получаем вывод, что ответ будет иметь вот такой вид. А принадлежит множеству точек, состоящему из точек А1 и А5 отдельно. И двум интервалам. От А2 до А3. От А3 до А4. Где А1 соответствует левому нижнему положению прямой. А2 касанию нашей прямой с окружностью. А3 это вот это положение. А4 вот это положение. А5 вот это положение. Понятно? Ну вот здесь на картинке это красиво изображено. Вот. Ну и собственно осталось найти А1, А2, А3, А4 и А5. Как мы найдем А1 и А5? А1 и А5 ищутся условия, что наш отрезок касается окружности. Или прямые содержащие. Вот этот вот отрезок. Эти отрезки касаются нашей окружности. Как поступим? Вот это уравнение нашей прямой. Правильно? Прямую, наверное, можно как-то по-другому переписать. 3х плюс 4у минус 12 минус 4а. Равно нулю. Соответственно, чтобы найти А1 и А5, нам нужно записать условия касания прямой L с окружностью нашей. То есть нужно написать, что расстояние от точки O, ну от точки 4.3, точку O я здесь не уводил, до нашей прямой L равняется радиусу окружности. Согласны? Давайте запишем. Мы это делали уже не раз. Это для нас уже не сложно. Модуль. 3 на 4 плюс 4 умножить на 3. Выделим. Минус 12 минус 4а делить на корень из суммы квадратов коэффициентов 3. 4 и 4. То есть, ну, на 5 на самом деле мы делим. Ну, да не важно. И R радиус у нас пятерка. Согласны? Запомнили этот факт? Получаем модульное уравнение. Модуль 12 минус 4а равняется 25. 12 минус 4а равняется тогда плюс-минус 25. Согласны? Значит, а отсюда мы получаем, что А1 равно как раз минус 13 четвертым. И А5 равняется 37 четвертым. Ну, они вроде у нас уже выписаны в ответе. Правда, если решить два этих уравнения, мы получим такие числа. Хорошо, нашли. А осталось найти другие. А они будут легче искаться. Ищем А2. А2 ищется из условия, что прямая L проходит через точку... Вот это вот, правильно? Через точку 0,0. И мне достаточно вот в этом уравнении вместо х и у написать 0 и 0. Тогда А будет равно... А3 получится равным минус 3. Согласны? Вот если сюда вместо х и у подставлю 0, то получится, что А равняется просто минус 3. Правильно? Только это не А3, а А2. Также можно было рассуждать из такого. Вот таким вот образом. Вот это у меня в уравнении у равно кх плюс b, правильно? И b у меня для вот этой прямой равняется 0. Значит, b равное 3 плюс а равняется 0. Значит, а равняется минус 3. Смотрим на вот эту прямую. Здесь у меня Аb будет равняться 6. Значит, 3 плюс а будет равняться 6. И а будет равняться 3. То есть для фиолетовая содержит точку 0,6. А3 равняется 3. Ну и последний случай. А4 из какого слоя находится? Ну, наверное, то, что наша прямая проходит либо через вот эту точку, либо через вот эту точку. Правильно? Давайте через вторую, первую точку проговорим. L содержит точку 0,8,6. А4 здесь получится равное 9. Собственно, все. Мы нашли А1, А2, А3, А4, А5. Подставили вот сюда и получили искомый ответ. Вот такая вот задачка. Теперь давайте поговорим про вот идею, как еще можно отрезочки повыражать, через какие уравнения. Шестая задачка имеет немножко нестандартное условие. Нужно найти меню некой функции двух переменных при вот таком вот условии. Ответ написан. Пробуйте решать эту задачу самостоятельно. Паузите. Будем считать, что пауза закончена, и мы, соответственно, решаем задачу вместе. Давайте переформулируем эту задачу. Как я уже сказал, что у нас есть некая функция двух переменных. Назовем ее f от x, y. А при условии таком-то. А вот это у нас некое множество на плоскости у x, y. Задается вот таким вот равенством. Хорошо? Ну и фактически нужно найти минимум вот этой функции на вот таком множестве. И первое, что мы хотим сделать, нарисовать это множество уже заданное вот этим вот равенством. Давайте это сделаем. Перепишем немножко наше уравнение. Вот это вот. Поделим все на 5. Сейчас поймете, зачем мы это сделаем. Модуль 4x-3y делить на 5 равно плюс корень. Здесь, наверное, под корнем выделим полный квадрат. Мы это делаем людом. Давайте выделим. корень от x квадрат плюс y минус 10 в квадрате и равно 6. Так. Ну, с корнем мы понимаем, что делать. Этот корень — это расстояние от точки с координатами x, y до точки с координатами 0, 10. Так и давайте так поступим. введем точку м с координатами x, y и точку а с координатами 0, 10. Хорошо? Тогда вот это вот будет длина отрезка ма. Дальше что? А что же вот это такое? Где такая формула нам встречалась? А эта формула нам встречалась в формуле расстояния от точки до прямой. тогда мы можем еще ввести вот такую вот прямую L за данное уравнение. 4x минус 3y равно 0 и заметить, что вот это вот есть расстояние от точки м до прямой L. Ну и давайте попробуем на координатной плоскости нарисовать прямую L, точку A и подумать, где может находиться точка M, которая удовлетворяет вот этому условию, вот этому уравнению. Понятно? Действуем? Нарисуем прямую L. Прямая L это за данное уравнение 4x минус 3y равно 0 или y равно 4 третьих x. То есть это будет прямая с угловым коэффициентом 4 третьих, проходящая через точку 0, 0. То есть проходит через эту точку, эту точку. Эту точку, эту точку. Запомнили ее? Вот такая вот прямая. Я только в первой четверти нарисовал. Но мне на самом деле из контекста задачи только первой четверти нужна будет. Потом это будет понятно. Так, если что, буду дорисовал. 0, прямая L. Нарисую точку A с координатами 0, 10. 2, 4, 6, 8, 10. А теперь внимательно посмотрим. Вот этот угол, фи назовем его, такой, что тангенс фи равен 4 третьих. Это следует из того, что это просто угловой коэффициент нашей прямой. Согласны? А давайте-ка попробуем найти расстояние от точки А до вот этой прямой. Смотрите. Этот угол плюс вот этот угол дает 90 градусов. Вот этот угол плюс вот этот угол дает 90 градусов. Поэтому здесь и здесь одинаковые углы. Понятно? Это все очевидно, ребята. Так, теперь вот это 10. Вот это у меня будет 4 каких-то условных единиц. Вот это еще раз 10. Это будет каких-то 4 условных единиц. А вот это будет каких-то 3 условных единиц. Потому что тангенс нашего угла фи 4 третьих. Согласны? Ну и дальше можно написать теорию фагора для нашего вот этого прямой угольного треугольника и получить, что t равняется 2. Согласны? Либо просто сразу заметить, что прямоугольный треугольник с одним из углов, равным аркангенс 4 третьих, это египетский треугольник, гипотенуза 10. Значит, оставшиеся катеты 6 и 8. Согласны? Короче. Это я к чему? К тому, что длина вот этого отрезка 6. А где мы еще 6 видим? 6 мы видим вот здесь. Согласны? Теперь давайте переварим. Представим себе, что у меня есть где-то моя точка M. Переобозначим лучше ее синим для красоты. Как раз множество точек с координатами x, y, удовлетворяющие нашему уравнению, или множество точек M. Это и есть искомое множество G. Согласны? Поэтому оно у меня синеньким выражено. Так. Представим себе, что у меня есть где-то моя точка M. Ну, пусть она где-то здесь. И я понимаю, что вот это расстояние плюс вот это расстояние должны давать 6 в сумме. Это ρ1 плюс ρ2. Это точка M. Когда такое возможно? Такое возможно только тогда, когда точка M лежит на вот этом отрезке. Понятно? Любая точка на этом отрезке. И все. Кстати, вот здесь. Давайте подпишем, что 6 это расстояние от точки A до прямой L. Ну и в итоге мы понимаем, что вот это равносильно тому, что... Так, давайте здесь введу точку B какую-то. Равносильно тому, что точка M принадлежит отрезку AB. И искомое множество точек M это просто сам отрезок искомое множество точек G вот это вот это сам отрезок AB. То есть, теперь мы хотим решить следующую задачу. Мы хотим найти минимум вот такой вот функции на вот таком вот множестве. Понятно? Ну как здесь можно поступить? Можно алгебраически решить дальше задачу. Я даже накидаю вам сейчас сценарий, как это сделать. Алгебраическое решение. Отрезок AB. Как можно записать по-другому? Как мы помним, отрезки можно задавать как часть прямых. И здесь у меня получается следующее. Угловой коэффициент прямой AB чему же равняется? Это тангенс вот этого уголка. Согласно? Уголок этот отрицательный. И получается угловой коэффициент прямой AB это будет минус три четвертых. Согласны? А коэффициент B в уравнении прямой Y равно KX плюс B это десятка. То есть Y тогда будет равно минус три четвертых X плюс 10. Вот намек. Вот это коэффициент K в уравнении наклонной прямой. Это коэффициент B. Дальше. Где X принадлежит от нуля это у меня X-овая координата точки А до X-овая координата точки B. X-овая координата B равняется высоте, проведенной с точки B в моем прямоугольном треугольнике ABC, где B при угле угол B прямой. Вот эта высота чему же она равна? Ну, по-моему, она равна произведению катетов поделить на гипотенузу. Есть такая формула в геометрии. То есть 6 умножить на 8 поделить на 10. То есть 4 и 8. Согласны? Дальше никто вам не мешает вот этот Y выраженный через X подставить вот сюда, получить функцию одной переменной, квадратичную причем функцию, и найти минимум максимума этой функции на вот таком отрезке. Это задача номер 12 из EG. Согласна? Которая про то, как вы ищете минимум максимум функции на каком-то отрезке. Согласна? Мы, в принципе, можем это сделать, но, наверное, не будем так делать. Хочется рассказать вам геометрическое решение данной задачи. Но вы можете попробовать это воплотить самостоятельно. давайте вам я расскажу теперь геометрическое решение данной задачи, которое, в общем-то, подразумевали автор. Давайте подумаем, а какой геометрический смысл вот этой функции двух переменных. давайте тоже цвета переобозначим. Обсуждаем геометрический способ решения данной задачи. Для этого нужно понять, какой геометрический смысл у функции двух переменных f от x, y равный x квадрат плюс y квадрат минус 4y. f от x, y это многочлен второй степени относительно переменных x и y. А что мы делаем с многочленами? Мы либо их раскладываем на множители, либо выделяем полные квадраты. Ну, я сделаю второе и запишу вот так. Тогда я могу сказать, что вот это f от x, y есть ров в квадрате минус 4. а минус, а не плюс 4. Где ρ это расстояние от точки x, y ну, в нашем случае это точка m, правильно? Можем даже сделать так. Точку m синим обозначить, она же у нас лежит на синем отрезке до точки 0,2. Ну, назовем эту точку c. Нарисую эту точку c на системе координат и пойму следующее, что чем больше ρ квадрат, тем больше f от x, y. Чем меньше ρ квадрат, тем меньше f от x, y. Согласны? Мне нужно минимизировать f от x, y. Это значит, что мне нужно минимизировать ρ. Согласны? Ну, или ρ квадрат. ρ вообще, кстати, не отрицательная величина, поэтому мне просто можно ρ минимизировать. Хорошо. Если возьму точку m здесь, то какое будет ρ? ρ будет длина вот этого отрезка. Если возьму точку m здесь, то ρ будет длина вот этого отрезка. Он поменьше. Эта точка m лучше. Согласны? Если точку m здесь возьму, то вот этот отрезок будет явно больше даже, чем вот этот отрезок. Это понятно, да? Ну, то есть отрезок вот этот y, это x. Извините, у меня фантазии не хватает, не смог ввести новые буквы вместо y и x, они никак не связаны с нашими y и x в системе координат. То y, понятно, что больше, чем x. Ну, и вы потихонечку догадываетесь, что искомая точка m, которая дает минимум ρ, это точка ближайшая к точке c на отрезке ab. Согласны? Еще раз. f от x, y минимально, если ρ это просто расстояние от точки c до отрезка ab. Дальше что вы можете сделать? Дальше, если вы совсем не дружите с геометрией, но дружите с координатным методом, вы можете найти расстояние от точки c до вот этой прямой. Формула вас уже известна, да? То есть вам надо записать уравнение прямой и от точки c до вот этой прямой вы найдете расстояние по формуле расстояние от точки до прямой. Согласны? Но мы, конечно, немножечко знаем геометрию и воспользуемся этим. Давайте все расстояния отметим зелеными цифрами. То есть вот это у меня 6, вот это 8, это 2, вот искомое расстояние ρ. так, а вот это у меня тоже 8, вот этот отрезок ob8. Согласны? И чтобы не найти ρ минимальное, вот еще могу подписать, минимальное мне нужно просто мне нужно найти вот длину этого отрезка и найду я его из подобия вот этого треугольничка к вот этому треугольничку. Согласны? Давайте здесь поставим точку h вот и все в общем-то сейчас найдем. Минимум ρ равняется длина отрезка ch, ну давайте не будем длины, просто ch напишу. Так, подразумеваю, что здесь длина отрезка. Дальше как я найду ch? ch я найду из того, что треугольник а ch подобен треугольнику а обе. Дио это начало системы координат нашей. Коэффициент подобия как я понимаю это 8 к 10 или 4 к 5. Ну, кстати, можно было просто порассуждать, что длина отрезка ch это есть 8 умножить на синус вот этого уголка. Так, наверное, быстрее было, чем подобие все эти расписывать. Ну, неважно уже. значит, тогда у меня получается, что ch есть 4,5 умножить на 8. то есть это 32,5. Правильно? А минимум функции f от xy на множестве g равняется тогда ρ в квадрате, ρ минимальное в квадрате минус 4. То есть 32,5 в квадрате минус 4. Ну, и если вы захотите, то можете упростить это выражение, получить то, что здесь написано. Данную задачу мы давали в 19-м году на онлайн олимпиаде физтех. Ну, тоже я ее когда-то сочинял. Вот. И теперь давайте очень похожую на эту задачу решим. Но вот это была задача для 11-х классов, а похожую задачу мы давали еще и для 10-х классов. И там тоже нужно найти минимум некоторые функции на вот том же самом множестве, но функция другая, линейная. Там чуть-чуть другая идея, тоже интересна мне. Приступим. Задача такова. Нужно найти максимум функции 2x плюс y, назовем ее g от x и y, при условии таком-то. Ну, как мы уже поняли, уравнение вот это задает отрезок АБ, который изображен у меня на системе координат. В прошлой задаче я подробно объяснял, почему это так. Можете, если вы как-то пропустили предыдущую задачу, можете отлистать и посмотреть, почему это так. Ну, а давайте теперь решать немножечко другую задачу. Здесь немножечко другая функция максимизируется, минимизируется. давайте подумаем, что же здесь, какой же геометрический смысл функции j от x и y. Кстати, алгебраический способ решения данной задачи здесь прекрасно работает, объяснять его не буду, додумайте сами, как это делается. Ну, и, собственно, вообще, вначале запалливайте видео, попробуйте сами получить ответ 16, который здесь написан, а потом уже смотрите, что буду делать я. что же я предлагаю? У меня идея такая. Давайте я вот это уравнение перепишу немножечко по-другому. Я напишу, что g уберу вот эту зависимость от x y для удобства. Равняется 2x плюс y. И буду воспринимать, что g константа какую-то. хорошо? Ну, вот, мысленно я ее буду воспринимать как константу. Тогда у меня будет y равняться g минус 2x. И это будет уравнение некоторой прямой. Согласно? С угловым коэффициентом минус 2 и ординатой точки пересечения данной прямой с осью y g. Согласно? Коэффициент b это коэффициент k. Правильно? Ясно? Теперь смотрите. Нарисую-ка я хотя бы одну такую мысленно такую прямую. Это вот какая-то вот такая прямая. Согласны? Вот это у меня g. Правильно? И теперь смотрите. Для любой точки на этой прямой теперь обратно откатим нашу задачу. Будем считать, что g у нас функция все-таки как и было изначально в задаче. И какую бы точку на этой прямой я не взял, g от x y будет постоянной равно вот этому g со звездой. Согласны? Переварить эту идею. И, например, если я возьму точку на моем отрезке вот такую вот, то для него g от x y будет равно вот этому g со звездой. Правильно? Хорошо. А если я возьму прямую чуть повыше, то мое g станет чуть больше. Согласны? В математике, в универской уже математике называют это неким понятным. Вот это вот то, что сейчас рассказывают, уровни. Вот это уровни нашей функции двумерной. Понятно? То есть просто мы ищем x и y, на которых у нас вот это уровни одинаковые. Это в математике, в универе. В школе, в физике, по-моему, у вас есть такое понятие, как в потенциале, и фактически вы просто рисуете кривые, на которых у вас некая функция двух переменных является, имеет одно и то же значение. Понятно? Кстати, в предыдущей задаче такими как в потенциале были бы окружности. Подумайте над этим. Ну, это я к чему? А к тому, что, ну, вы уже поняли, как решается эта задача. Вам нужно рассмотреть прямую, которая максимально высоко находится, и еще пересекает наш отрезок. Вот она. Искомая эта прямая. И вот это будет как раз максимум искомой g. Понятно? То, что мы ищем. Понятно? Ну, давайте теперь осуществим решение задачи. Для этого мне понадобится давайте напишем g от x, y максимум g от x, y равен g точки v. так как так как назовем это неким g со звездой, так как прямая y равно g со звездой минус 2x тире максимально высокая прямая пересекающий пересекающий отрезок отрезок b b. Тут еще давайте напишем фиолетовым для наглядности. я думаю, этой фразы достаточно для обоснования того, почему я вот это написал. Понятно? Осталось только найти координат точки b. Ну, высоту вот в этом треугольнике мы уже нашли. Давайте напомню вам. Вот это у меня 10, это 8, это 6. Значит, вот эта высота есть произведение шестерки на 8 делить на 10. Согласны? Давайте запишем. То есть x-овая координата точки b 6 на 8 поделить на 10. Произведение катетов поделить на гипотенузу. 4,8 ну, или 24,5. Правильно? А y-овая координата точки b откуда ищется? Ну, она ищется из вот этого уравнения. Мы вместо x-а подставляем 24,5. и получаем y-овую координат точки b. Хорошо. 4,3 умножить на 24,5. Давайте выделю, чтобы с текстом не смешивалось. получается, тут можно вот тут, кстати, под максимум можно написать на каком множестве максимум ищем. На отрезке a,b максимум g от x-y на отрезке a,b еще раз равняется g в точке b, то есть в точке вместо x-а подставляю 24,5, а вместо y 4,3 на 24,5. 8 на 4 32,5 равно 2 на 24,5 плюс 32,5. 48 плюс 32 это 80. 80 поделить на 10 это 8 умножить на 2 16. Ну, мы получили искомый ответ. 16. На этом задачами вида система двух уравнений или неравенств, задающих какие-то множество точек в зависимости от параметра, мы поканчиваем. Ну, конечно, последние две задачи на это не были похожи, но идеи были все равно оттуда же где-то взяты. Мы заканчиваем и потихонечку перейдем к другим параметрам, тоже связанным с геометрическими идеями, но немножко другого конструкции будут задачи, которые тоже часто встречаются в ЕГЭ, а именно к задачам по рисованию множества точек на плоскости OXA, либо методу областей. Иногда это в задачниках называют, ну, в каком-то задачнике ЕГЭ Шестакова по-моему так и называют метод областей. Ну, и прежде чем уже окончательно закончить наше занятие, я подведу итоги, какие множества точек, какими уравнениями мы научились с вами, заданные какими уравнениями неравенствами научились с вами рисовать. Ну, давайте вкратце напомню, что у нас сегодня было на этом занятии. Значит, множество точек заданных вот таким уравнением это уголок. Параметры XV и YV отвечают за координаты вершины нашего уголка. Коэффициент K при модуле отвечает за угол наклона моих ветвей уголка. То есть тангенс вот этого уголка есть как раз K. Идем дальше. Эти вещи не совсем относятся к параметрам, но просто полезны. Сегодня мы про них вспомнили, что вот это красное равенство равносильно вот такой системе, вот это фиолетовое равенство равносильно такому неравенству. Я подробно про это говорил, можете потом вернуться к лекции посмотреть, где я это применял. Дальше. Вот такое уравнение задает множество точек на плоскости, отрезок AB. Также вот такое уравнение задает множество точек на плоскости то же самое, отрезок AB. Также я вам сказал, что отрезки можно задавать не только через эти равенства, ну, конечно, можно как часть прямой задавать, а можно через какие-нибудь арки задавать. Чуть-чуть последней задачей мы поговорили про уровни функций двухпеременных, это полезная вещь, вот что-что, это у нас ну, на каком-нибудь Олимпиаде Ломоносова я периодически такие штуки вижу, а на физтехе это было вот в онлайне, в самом физтехе мы редко это давали, такие штуки, но почему нет? А в ЕГЭ в теории тоже может появиться когда-нибудь. Ну, на этом все, до следующей лекции.